Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале WorldHouse Pro и в сегодняшнем выпуске я буду рассказывать вам про новый Frame House, который разработала наша архитектурная студия. Мы вообще разработали серию из трех домиков, начиная от 60 квадратов, заканчивая 115 квадратными метрами. То есть это такие площади, более-менее популярные для реализации именно такого проекта. И сегодня расскажем вам про самый маленький Pro 60 квадратных метров. Особенность этой серии домов, что она продумана для строительства на склонах, у них более усиленный фундамент. Об этом, обо всем расскажу вам сегодня. Обязательно смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Начинаем! Фасады дома разработаны уже в таком виде, чтобы адаптировать их под участки с уклоном. Цоколь не отделывается в классическом понимании, как у обычных домов, а остается открытым и зашивается лишь небольшим количеством доски по диагонали. Ограждение террасы выполняется из строганой доски, окрашенной в коричневый цвет. Фасады обшиты узкой имитацией бруса и покрыты на два слоя лисирующими красками, чтобы оставалась видна текстура дерева. В этом и есть фишка фасадов. Покрытие крыши – это кровельный профлист темного цвета и, конечно же, большие панорамные окна на главном фасаде, которые придают всю эффектность домам о фрейм. Итак, друзья, давайте же рассмотрим планировку этого фрейм домика. Вход у нас здесь будет только один, то есть он у нас выполняется на террасу. Терраса площадью 16,75 квадратных метра. На террасе достаточно много места, здесь можно поставить стол, можно поставить много кресел, то есть использовать ее достаточно функционально. Здесь можно уже ее эксплуатировать по своим нужным. Далее мы заходим с вами в прихожую. Здесь фактически весь дом выполнен некой свободной планировкой. Есть только одна стеночка вот здесь вот по центру и у нее располагается лестница на второй этаж. К ней мы еще вернемся. Когда мы зашли в прихожую, здесь по левой части можно, в общем-то, расположить какую-то мебель для хранения и пройти дальше уже в гостиную и в кухню. То есть гостиную у нас располагается здесь, кухня здесь. Здесь сделана как бы такая ниша под установку кухонной мебели. Ее можно загнуть буквой Г, можно пролить вот здесь. Уже зависит все, конечно же, от вас. Есть небольшой санузел площадью 3,3 квадратных метра. В нем можно расположить душевую, унитаз и раковину, что здесь, в принципе, и сделано. Гостиная у нас занимает площадь почти 16 квадратных метров, 10 квадратных метров это зона прихожей и 10 квадратных метров это кухня. Давайте теперь поднимемся на второй этаж и рассмотрим планировку второго этажа, чтобы сложилось полное впечатление. Итак, что мы видим на втором этаже? На втором этаже мы попадаем в небольшой холл. То есть здесь у нас есть небольшая зона второго света, то есть она будет располагаться над прихожей и, соответственно, над лестницей никакого перекрытия не будет. Когда мы попали в холл, мы можем пройти с вами в две спальни площадью, одна площадью 10,5 квадратных метров и вторая, совсем небольшая, 6 квадратных метров, то есть она может быть пригодна только для проживания одного человека, ребенка, либо одного взрослого. Ну, в общем-то, в этом доме спальни больше места для именно ночного время проведения, вечернего, то есть здесь вы уже будете только отдыхать, то есть вся основная движуха будет происходить на первом этаже, потому что эти дома больше все-таки подходят для некой, ну, как дачный вариант, либо для гостевые домики какие-то, для отелей, поэтому здесь, в общем-то, спальни сделаны достаточно компактные, но и сам по себе дом выполнен небольшой. В общем-то, по планировке все основные моменты мы посмотрели. Идем дальше. Что же представляет из себя конструктив этого домика? Конструктив конкретно этого фрейма достаточно классический, так как он имеет небольшой размер, здесь нет каких-то сложных элементов, усилений и так далее. То есть здесь у нас имеется, соответственно, ну, свайное поле, да, о котором мы говорили, и нюанс именно здесь идет в усилениях. Усиления — это вот такие вот раскосы из уголка, которые мы можем вот тут наблюдать. Они необходимы в том случае, когда сваи выступают из земли более чем на полметра, чтобы не было какого-то качания каркаса. То есть обязательно делаются вот эти усиления. За счет них жесткость свайного поля в разы больше, нежели когда они отсутствуют. Так что это обязательный момент, который нужно предусматривать при строительстве. Соответственно, в проекте это все указано. Далее уже делается у нас полностью обвязочный каркас по сваям. На свае, соответственно, начинается уже сборка вот таких вот в некоторых местах встроенных, в основном сдвоенных ферм из доски 50 на 200, которая и представляет собой основной несущий каркас. Соответственно, все внутренние стены — это вот такие вот перегородки, также из каркасного исполнения, из доски 50 на 100. То есть они не несущие. Весь несущий каркас, конкретно здесь, это именно А-образные фермы, как во всех домах-шалашах. Соответственно, жесткость придает здесь также еще вот это вот усиление в перекрытии. То есть лаги перекрытия, они же являются не только несущим элементом пола как бы второго этажа, но также несущим элементом основного каркаса, который, соответственно, создает общую пространственную жесткость. У нас есть стропила вот здесь, и здесь у нас это лаги перекрытия, которые делают нашу А-образную ферму, которая является несущим элементом данного дома. Итак, друзья, что же касается стоимости реализации такого проекта? Стоимость работы материалов по этому дому обойдутся в 2 миллиона 20 тысяч рублей. В эту стоимость войдет устройство винтового фундамента на сваях, обварка уголком для усиления, чтобы на склоне он чувствовал себя хорошо. Кстати, если склона нету, то, в общем-то, этот проект тоже, конечно же, годится, и фундамент становится немножко проще. Далее делается из бруса обвязка по всем сваям, выставляется весь несущий каркас из доски 200 на 50 и внутренней перегородки 100 на 50. Все это обшивается ветром парозащитой, выполняется утепление, выполняется обрешетка внутри под дальнейшую отделку, выполняется черновой пол из ОСБ, потолок также подшивается бруском, чтобы можно было его либо отделывать имитации бруса, либо прикрутить просто гипсокартон и потом окрашивать. Здесь уже зависит все от ваших требований. Что касается фасада, он полностью приводится в готовый вид, делается подшива кровли, делается обшивка всех стен, окрашивается все это, делается водосточная система, полностью кровля, либо металл, либо металлочерепица, либо металлопрофиль, либо мягкая. То есть тут уже зависит от конкретных ваших пожеланий. И, соответственно, делается полностью терраса, ограждение, лесенка, опять же, если нет уклона, то лестница будет там меньше, да, нежели как в проекте, который мы представляем. В общем-то, на сегодня наш выпуск подходит к концу. Если вам понравился дом, обязательно ставьте лайки. Если вы хотите внести какие-то изменения, пишите нам об этом. Мы сделаем для вас индивидуальный проект о фреймхауса, чтобы он вам нравился, чтобы вы кайфовали, когда будете его строить и, конечно, жить в нем. С вами был Александр, команда World House Pro. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok